Привет, интернет! Добро пожаловать на очередной урок по программе Cinema 4D, где мы занимаемся созданием лицевого риггинга. Итак, у меня в сцене стоит вот такая вот голова, которая состоит отдельно из нескольких частей. Это сама голова, затем нижняя челюсть и верхняя челюсть. В данный момент они у меня будут спрятаны. Ну, вот имеются зубы, и давайте пока их уберем. И отдельно глаза. Перейдем в режим отображения вид сбоку. И создадим кости для нашей головы. Выбираем инструмент сустав и с зажатым контролом рисуем суставы. Первая часть суставов и отдельно суставы нижней челюсти. Давайте переименуем. Итак, это у нас шея. Это у нас голова. Значит, head. Я терпеть не могу английский, но в данном случае придется писать на нем. Потому что программа видеозаписи при скоке на русский язык начинает зависать. Затем это у нас челюсть. Итак, челюсть перенесем дочерним объектом под голову. Этот корень можно удалить. Теперь выбираем все суставы. Выбираем нашу голову. Идем в персонаж. Команды. Связать. И напротив связать. Вот здесь выбираем настройку. Где указываем цифру 4. Почему 4? Потому что всего у нас суставов 5. Но последний сустав, который соответствует макушке, вот скажем так. Он в ригинге особого значения не имеет. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Выбираем нижнюю челюсть. И попробуем ее повращать. То есть из-за того, что пока не налажены суставы, у нас идет вот такой вот бардак. Давайте все вернем на место. Перейдем в режим вид сбоку. Выберем инструмент выделения. И выделим верхнюю часть головы. Примерно до уровня, где идет граница между губами. Так. Почему-то полигоны не выбрались. Давайте-ка еще раз. Голова. Вид сбоку. Режим выделения. Отлично. Подправим те полигоны, которые у нас не выделились. Добавим. Переходим в менеджер весов. Выбираем нашу нижнюю челюсть. Вот здесь вот интенсивно ставим 100%. Здесь выбираем стереть. И делаем назначить. Закроем. И тут немножко вручную удалим. Давайте поставим 15% в настройках интенсивности инструмента весов. Оставляем стереть. И чуть-чуть сотрем. Вот так вот с шеи чуть-чуть сотрем. Вот так вот с шеи чуть-чуть сотрем. Давайте выберем теперь наоборот нашу нижнюю челюсть. Процесс очень долгий и муторный, но никуда не денешься. Менеджер весов. Выбираем голову. И стираем. 100%. Давайте посмотрим, что получилось. Выбираем нижнюю челюсть. Ротация инструмент. Есть некоторые косяки. Это связано с тем, что модель низкополигональная. И, конечно, нужна более тонкая настройка. Но данная серия уроков предназначена не для того, чтобы вам дословно показать четко, как производить тонкий риггинг и скининг. Это очень такой процесс, которому надо обучаться самому. В этой серии уроков задача стоит именно показать основы лицевого риггинга в программе Cinema 4D. Итак, в принципе, движение нижней челюсти меня уже удовлетворяет. Оставим так. Давайте возьмем голову, посмотрим еще раз. Вот. Вот в голове у нас сильные косяки. Давайте их исправим. Для этого возьмем шею. Возьмем инструмент движения по осям. И максимально отодвинем нашу голову назад. Вот у нас выделились те полигоны, на которые надо назначить вес кости, которая соответствует голове. Итак, берем инструмент веса, выбираем нашу голову, еще раз инструмент веса, добавить и добавляем. Ну что ж, думаю, что все. Вернем нашу шею в исходное положение. Еще раз проверим голову. Итак, в целом результат неплох. На этом мы урок закончим. Мы научились делать основной риггинг костей, подгонку веса для головы. И в следующем уроке мы приступим к риггингу глаз. Всем пока!